Приветствую вас. По моему мнению, нужно исходить из того, с чего вы ходить хотите. То есть, если вы говорите, что я очень хочу пережить все то из прошлого, основательно переработать. Если вы этого хотите, если вы понимаете, для чего вам это нужно, если вы отдаете себе отчет в том, зачем вам это, если вы действительно хотите этого, то без переработки этого будет нельзя. Потому что ваши комплексы, в которых есть страхи, они отчасти идут оттуда. Хотя бы из-за того, что ваш брат, он наручил ваши личные границы и, по сути, ускорил ваше сексуальное взросление. И если даже самой травмы для вас это не вызвало, как таковой травмы не было, то как минимум наручился естественный ход развития вашего. Вы плакали, как вы говорите, вы плакали, вот, и, соответственно, подавили негатив. Так вот, эм... Тут дело даже не столько в том, что вы должны вспомнить какие-то вещи, да? Ага, значит... Тут даже дело не столько в том, что вам нужно какие-то моменты, эм... ну, заново увидеть, а бы дело немножечко в другом. Тут дело в том, чтобы вы проанализировали свои чувства в тот момент. Какие чувства у вас были, и, эм... как они выражались. То есть вы же... вы же... плакали, да, вначале ревели, ревели, пишите вы, ревели, был негатив. Как вы его отреагировали, как вы относите... какие у вас отношения с братом сейчас? Как вы к нему относитесь? Не ведете ли вы, эм... свой жизненный путь именно в диалоге с, эм... братом? А то есть вот... брат как... Такая значимая фигура в вашей жизни. Эм... понимаете? То есть анализировать нужные чувства и, эээ... в первую очередь, эээ... отреагировать их. Понять, что помешало поступить вам... правильно. Ну... неправильно, а по вашему желанию, да? По вашим... вот, по бредностям. Тогда... То есть... почему вы, например, не сказали родителям? А если родители были, то есть если родителей не было, то... как вы относитесь к тому, что родителей у вас нет? И так далее. Вот это нужно. То есть не столько, эээ... сам... сами факты, которые действительно могут вас задевать, а могут вас и не задевать. Эээ... так вот вы говорите, что... это для вас не было травмой, да? Ну, вот. Ну, вот. Значит, нужно анализировать ваши чувства. Анализировать ваши чувства, ваши мысли. Вот, например, когда у вас комплекс. Когда у вас какой-то комплекс. Когда у вас говорит... эээ... голос как бы внутреннего родителя, да? Вот. Ага. Соответственно... эээ... кто говорит? Кто в этот момент с вами взаимодействует? Понимаете? Какой человек? Какой голос? Голос кого с вами в этот момент общается? Вот. Понимаете? Вот это важно. Важно. И если как-то вот эта ситуация сподвигла вас к тому, что у вас сейчас комплекс, а комплекс это по сути что? Это невыраженные обиды, это неправильные, это ложные понятия. Это застревание в переживаниях своих, да? То есть не отреагирование их. Если вот эти чувства, которые вызвались в ситуации с братом, у вас есть, то важна не сама ситуация с братом как таковая. А важно то, как вы можете отреагировать, как вы можете реализовать тот негатив, который у вас есть, те обиды, может быть, которые у вас есть. И, соответственно, возможно, непринятие себя. Понимаете? Вот. Поэтому именно напрягать мозг и пытаться вспомнить все, что было, кроме того, что вы и так вспомнили, ну, на мой взгляд, не обязательно. Я думаю, что если анализировать ваши отношения с братом, то вы и придете, в принципе, к тому, ну, к тому выводу, вот, к тем решениям, к тем моментам, к тем корням проблемы, да, которые есть. А вспоминать все конкретно обстоятельства, я думаю, не стоит. Скорее всего, ваше сознание целенаправленно, значит, забыло, да, целенаправленно изъяло это из памяти, чтобы себя защитить. Но другое дело, что защитный механизм, если вот мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович прав, другое дело, что защитный механизм блокирует ваше развитие. Защитный механизм обеспечивает вам застревание в этой ситуации. И тогда уже речь идет о том, насколько вам удобно и комфортно в том состоянии, в каком вы находитесь сейчас. Это тоже нужно понимать, это тоже нужно учитывать. То есть, если вы чувствуете, что у вас нет достаточного желания как бы вот это все вспоминать, нужно подумать, а вы действительно не хотите? То есть, вы действительно просто вот, ну, ленитесь? Или вы чего-то боитесь? То есть, прислушайтесь к себе, прислушайтесь к себе. Может быть, у вас внутри что-то сопротивляется, что-то сопротивляется тому, чтобы вот вскрыть некие глубинные ваши проблемы. Поэтому я думаю, что так можно ответить вам на ваш вопрос. И вот те комплексы ваши, те страхи ваши, нужно проследить их истоки, откуда они. И если получится так, что брат ваш с этим связан, ну, тогда что-то из этого можно будет проанализировать. Но не обязательно вспоминать все. Это не нужно. С другой стороны, непонятно, если у вас есть свой психотерапевт, почему вы у него не спросите, не зададите ему этот вопрос. Он, обладая большей информацией о вас, мог бы вам дать более адекватную рекомендацию по данному вопросу. То есть, получается, что вы своему психотерапевту не доверяете. Если вы ему не доверяете, то и работать с ним не стоит, потому что работа без доверия невозможна. Вам следует в этом случае подобрать другого, тому, кому вы доверяете, и заранее установить границы того, за так называемый стоп-сигнал. То есть, когда вы можете сказать стоп, и все, дальше работа не будет идти. Вот. Так вы будете оставаться в безопасности, так вы будете оставаться в определенном комфорте, и вам это будет только на руку, и вы сможете свободнее, расслабленнее работать с ним. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok